Добрый вечер! В эфире на телеканале ЛРТ Плюс, программа ТОП ЛАДГАЛИЯ. Я Лариса Кириллова и, как всегда, в это время говорим о событиях прошедшего дня. И я хочу представить сразу своего гостя. Это Роналд Градковский, директор агентства ТАКО Дагополского краевого самоуправления. Добрый вечер, Рон. Добрый вечер. Ну, начинаем нашу программу по традиции с обзора новостей. В настоящее время на предприятии жилищно-коммунального хозяйства работают думские ревизоры. Подвести итоги проверки они должны до 3 апреля, после чего с ними будут ознакомлены депутаты самоуправления. Напомним ранее о необходимости проведения ревизии на Дагополском предприятии жилищно-коммунального хозяйства, заявлял руководитель муниципального предприятия Сергей Фридман. Как сообщило руководство думы, сотрудников ревизионного отдела муниципалитета интересует деятельность предприятия, которое проводилось с 1 августа прошлого года по сегодняшний день. В случае, если в ходе аудита будут обнаружены нарушения за предыдущие периоды, они также будут представлены руководству города. Следует отметить, что помимо ревизоров на предприятии работает еще одна комиссия, которая была создана исполнительным директором Дагополской городской думы. Следует отметить, что в состав этой комиссии был включен и бывший исполнительный директор ПЖКХ, который к тому же был и членом закупочной комиссии Райтис Кикуст. Конфликт интересов налицо. Очевидно, что данное решение изначально было противоправным, что и подтвердил на прошедшей пресс-конференции председатель городской думы Андрей Элксниш. Абсолютно правильное замечание. Господин Кикуст уже написал докладную записку, в которой он указал, что являлся членом закупочной комиссии, и он на сегодняшний день исключен из состава проверяющей комиссии, потому что абсолютно правый человек, который принимал решение в отношении работы в закупочных комиссиях, не может проверять, соответственно, свою деятельность. В свою очередь, члены второй комиссии должны изучить публичные закупки ПЖКХ, которые были проведены в начале этого года и вызвали широкий резонанс в обществе. Комментируя необходимость создания второй команды проверяющих, первый вице-мэр Дагополской городской думы Янис Лачплесис отметил, что каждый должен заниматься своим делом. Закон о своем управлении как раз и предусматривает обязательное создание службы аудита. То есть создание каких-то других комиссий и их полномочия в этом случае выглядит, ну, мягко говоря, двусмысленно. Поэтому я бы рекомендовал дождаться аудита, как то полагает закон, и принимать решение. Потому что что получается, когда делаем иначе, опыт есть. Там понаписали всяких разных распоряжений по поводу о строении дня гунитого ноги. Попроигрывали суд. Обошлось самоуправлению больше трех тысяч. По-моему, больше, чем стоит метла. А кто их вернул? Никто. Горожанам в удовольствие. Те, кто инициировал дополнительные меры, что-то молчат насчет возвращения денег. Как бы здесь не получилось то же самое. Поэтому предлагаю работать по закону. Напомним, депутаты самоуправления будут ознакомлены с результатами проходящих на предприятии жилищно-коммунального хозяйства проверок в начале апреля. В числе советников мэра Даугаплса произошли перемены. Вместо Интывайвода, которая ранее консультировала мэра города Андрея Элксеньша по вопросам здравоохранения, на работу советником была принята Татьяна Маренко. Бывший член правления предприятия Зиглер Машинбова будет консультировать председателя городской думы по вопросам развития бизнеса. На заданный градоначальнику вопрос о том, почему вдруг поменялись приоритеты, мэр ответил, что в сфере здравоохранения у него достаточно советников, поскольку практически все члены семьи имеют отношение к медицине. Мы увидели пробелы в работе самоуправления, в создании новых рабочих мест, в коммуникации с предпринимателями. Мне на сегодняшний день в плане предоставления какой-либо работы в коммуникации с предпринимателями важна именно более интенсивная активность. И госпожа Маренко, мне кажется, одна из опытнейших предпринимателей, по сути, в Дагупесе, не один год возглавлявшая Зиглер и достаточно очень хорошо осведомленная о том, что именно необходимо бизнесу и как эти проблемы надо решать. Следует отметить, что одной из структур самоуправления является отдел по работе с бизнесом. Мэр неудовлетворенных работой. В любом случае стоит отметить, что привезти инвестора в Дагупес, поработать с инвестором для того, чтобы он пришел в Дагупес, создал новые рабочие места, необходимо на самом высочайшем уровне. Самое главное, что я надеюсь, что по явлениям еще одного заместителя и председателя, действительно... Советника, да, извиняюсь. Действительно улучшится контакт и отношение с предпринимателями, потому что здесь есть такая, ну, не очень хорошая тенденция, что даже наши предприниматели иногда пытаются разместить бизнес в другом месте, испытывая определенное недоверие к ситуации в городе. Помимо Татьяны Маренко, советником градоначальника является и директор третьей средней школы, однопартиец господина Элкниша Виталий Азаревич, который консультирует мэра по вопросам образования. Ежегодно в начале весны Дагупеский университет лучшим из лучших ученым, преподавателям, студентам, партнерам вуза по сотрудничеству и просто друзьям раздает яблоки. Золотые яблоки Гесперид, символизирующие вечную молодость и красоту, вручаются за вклад в развитие науки и популяризацию университета. 10 марта в Дагупеском театре церемония вручения награды года прошла уже в 11 раз. Ну это действительно такой хороший-хороший праздник, который у нас уже как традиция. И всегда нужно отмечать своих самых-самых хороших выделившихся сотрудников, научных работников, юных ученых, которые себя проявляют в течение года. Это отбирает комиссия, выдвигают подразделения своих работников, своих студентов, своих преподавателей. И мы отбираем действительно в довольно большой такой конкретной конкуренции. И потому этот праздник ждут все абсолютно. И это такая инициатива, я думаю, действительно такой стимул, который мотивирует всех работников показывать себя, насколько возможно, лучше в течение года. Потому что действительно здесь выходить на сцену, когда видят тебя все, когда знают, что ты добился чего-то. И все коллеги это приветствуют, и это действительно очень-очень приятно. И я действительно горжусь своими сотрудниками, которые могут выделиться. На протяжении нескольких лет ДУ вручает награду года и лучшим школам города. В этом году, согласно решению жюри, яблоко было присвоено до выпуска государственной гимназии. Директор учебного заведения своей радости не скрывает, ведь конкуренция была очень высокой. Когда мы смотрим, куда наши ученики, ну уже бывшие, куда они поступили, это, конечно, всегда очень волнительно и важно, потому что это их первый шаг, большой шаг в выборе то, чего они будут и что они будут делать потом взрослые в жизни. Это, конечно, очень важная и очень приятная номинация. Это очень важно, что в Далгопилсе есть университет, что развитие идет и образование, и искусство, и вообще продвижение, что это город молодежи. И то, что мы, как лауреат этой номинации, одной из номинаций, это тоже говорит о том, что мы идем в шагу с временем, и то, что мы отбалстам своих и молодежь. Одна из самых значимых номинаций – это «Педагог года», и на сей раз на сцену Далгопилского театра была приглашена профессор кафедры русистики и словистики Далгопилского университета Элина Васильева. Этого преподавателя в университете обожают студенты и ценят коллеги. «Премию заслужили совершенно все-все коллеги, потому что, когда выбирают лучшего преподавателя, где они критерии? Тот, кто самый добрый, тот, кто самый строгий, тот, кто больше всего знаний дает или, наоборот, умеет прочувствоваться лично. На самом деле, сегодняшний день эта награда – доказательство только того, что у нас на факультете совершенно замечательный коллектив, у нас совершенно замечательные студенты, которые принимают какие-то решения, которые… В зале, кстати, были наши выпускники сегодня тоже, а это обозначает только то, что все, что мы делаем, имеет какой-то определенный смысл». В этот праздничный вечер обладателями награды года «Яблоко Гесперид» также стали в номинации «Студент года Инесса Вича», в номинации «Работник года Дзинтра Дронка». Своё «Яблоко» в номинации «Медиа года» получила и компания «Датком ТВ», с чем мы себя и поздравляем. Сейм Латвии продолжает рассмотрение законопроекта о административно-территориальной реформе Латвии во втором чтении. Споры жаркие, и депутаты пока не могут прийти к единому знаменателю. Известно, что национальное объединение ТВЗМ и НВРБ предложило дополнить закон еще одним законом о создании так называемых центров развития международного значения, а также центров развития регионального, ну и, соответственно, национального значения. В центрах международного значения, по мнению авторов этого проекта, должны стать Рига, Дагопилс, Лепа и Венспилс. 34 городов, населенных пунктов должны стать просто региональными центрами, ну и центрами национального значения должны также стать Дагопилс, Елгова, Ягопилс, Юрмала, Лепа, Огра, Резакна, Рига, Валмера и Венспилс. Роланд, скажите, пожалуйста, вообще, ваше отношение к законопроекту административно-территориальной реформе, плюсы и минусы, какие вы в нем видите? Сама реформа, она необходима, да, но вопрос, что от нее получают люди, что от нее получают регионы, да, вопрос, это делалось для регионов или просто для механической экономии средств, из-за которой регионам лучше не станет, да. В этом плане предлагается второго уровня самоуправления, что был бы очень хороший и неплохой выход из ситуации, но смысл в нем будет такой, если там реальные деньги, реально будет решать на местах это самоуправление второго уровня, да, и тогда будет смысл и вот этим республиканского, там, или местного значения городам, которые будут, да, если в них будет развитие, да. А второй уровень самоуправления, вот это что такое? Ну, это на базе теперешней регионопланирования существующего, которого на данный момент сравнительно немного прав и полномочий, да, но есть смысл, если их права и полномочия и финансирование увеличат, да. Также в этой реформе не слышно, по крайней мере, регионы не услышали от этого столько и много претензий, что они от этого получат и больше всего беспокоят маленькие самоуправления, потенциальный отток населения, финансирование, что они от этого не получат. С одной стороны, может быть, где-то у кого-то, может быть, вызвать улыбку, да, но почему эта территориальная реформа не могла бы идти с дополнительным финансированием или с дополнительным перераспределением рабочих мест в государстве? То есть, почему министерство не распределить по всей Латвии одновременно? В наше электронное время это вполне возможно. Тот же самый службу госдоходов, почему ее не сделать в Дагопус, почему не сделать в Резакне Министерство регионального развития, да. А эти темы обсуждаются? Они поданы на рассмотрение? Я не слышу. Это пока что только иногда кто-то так скажет, да, но это не просто бредовые какие-то идеи. Такая практика по миру существует. Но вам, я перебью, но вам не кажется, что именно, может быть, здесь уже где-то самоуправление сами не доработали, потому что, смотрите, мы очень много слышим, например, вот из последнего, Сутерская волость не хочет присоединяться к Ливанскому краю, да, мы хотим присоединиться к Прельскому краю, а Глонские самоуправления, да, очень жаркие были споры, мы сначала хотели присоединиться к Даугутскому краю, я так понимаю, потом уже Краслова. Вот вам не кажется, что местные самоуправления, они как-то замкнулись на каких-то мелких вопросах, вот территориальных. Мы хотим туда, мы не хотим к ним, а почему? А вот эти глобальные вопросы, о которых вы говорите, они не озвучены? С одной стороны, да, это, ну, можно сказать, два разных вопроса, да, и они по-разному нужно осуществлять, да. Что касается вот этого вопроса, который вы говорите, да, ну, в принципе, здесь в каком-то мере министерство нарушает Европейскую карту самоуправления, в которой сказано, что такие вопросы нельзя решать без мнения местного самоуправления и людей. Да, Роланд, но я говорю о том, что, например, многие самоуправления, мне кажется, они замкнулись на решение каких-то вот, ну, местечковых вопросов, да, но они не ставят вот более такие глобальные вопросы на общественное обсуждение, на республиканский уровень. Вот это то, о чем вы говорили, почему к нам не перенести какое-то министерство или, ну, какую-то государственную службу, а решаем, к кому присоединиться? Ну, с одной стороны, они понимают, что ихнему голосу в этом плане мало прислушиваются, хотя об этом говорить нужно, да. Но второй вопрос, ну, тоже он немаловажен, да. Мы хотим к тому или к тому самоуправлению присоединиться, и какая будет дальнейшая жизнь, да, начиная географически, сколько до того и того центра, да, кончая тем, что как тот или тот центр себя ведет по отношению к окраинам самоуправления, да, и какое его финансовое составляние, какая там инфраструктура, да. И тут нужно учитывать мнение народа или этого маленького соуправления. Ну что ж, продолжаем нашу беседу, и буквально через несколько секунд поговорим уже о другой теме. Агентство по развитию туризма и информации Дагутовской городской думы опубликовало данные прошедшего туристического сезона. Они нас радуют. На 11% туристов в городе Дагутовсе стало больше. Чаще стали оставаться на ночлег путешественники, что является немаловажным фактором. И согласно, опять-таки, приведенным данным, чаще всего путешественники посещают крепость, музей Шмаковки, церковную горку и другие объекты. И в этой связи, Роланд, к вам вопрос. А что в Дагутовском крае? Насколько этот туристический поток стал, ну, большим по сравнению с предыдущими годами? И на что приезжают посмотреть, ну, скажем так, если не иностранцы, но хотя бы жители нашей страны? Ну, значит, тут скажу, ситуация такая, да, что на данный момент статистика часто у нас с Далгопилусом перекрывается, потому что у нас один туристический информационный центр по самоуправлению, и статистику по, например, государствам, с которых приезжают к нам, да, он ведется общий, да. Другое дело, когда какая-то отдельная гостиница, ресторан или еще кто-то спрашивает, откуда гости, да, но в таком разрезе, ну, не совсем мы рассматриваем это, да, поэтому берем информацию, от туристического информационного центра о туристах, которые приезжают в сам центр, да. Что касается статистики по отдельно взятым объектам и туристическим услугам, да, которые используют гости, да, то тут статистика по государствам и по регионам, она приблизительно похожа с тем, что и в Далгопилусе. Тут можно сказать, что это одна из немногих отраслей в Латвии, в которых результаты экономические идут довольно-таки резко вверх, да. И почти по всем показателям очевиден рост, по крайней мере, последние 3-4 года. То есть туристов у вас тоже стало больше, и они приезжают в Далгопилский край для чего? Для чего, да. Значит, мы каждый год собираем эту информацию, статистику, ее обобщает Латгальская ассоциация туризма, да, и мы ее в рамках всей Латгальской туристов, туристической отрасли, ее публикуем, да. Значит, ну немножко о Далгопилском крае. В общей сложности посетило объектов более 160 тысяч туристов, да. Другой вопрос, тут введу небольшую коррекцию, да, что здесь не учитывалось, что один турист побывал и в музее, и в гостинице, да. Поэтому фактическое количество туристов, оно меньше. Это 160 тысяч, это общее использование туристических услуг, да. Ну, с учетом того, что в среднем турист использует, ну, две-три туристические услуги, ну, соответственно, это, значит, цифра примерно около 100 тысяч вполне реальная, да. Какие объекты, значит, самые популярные, самые известные, то, что используют туристы больше всего, да. Да, значит, по туристическим ночлегам это примерно 45 тысяч ночлегов было, да, одна из таких самых больших цифр, да. Музеи это примерно 18 тысяч, хозяйство около 10 тысяч, активный отпуск, отдых около 20 тысяч, природные объекты это около 50 тысяч. Роман, я вас перебью, время просто летит, очень коротко. То есть, например, туристы посещают чаще всего Аугждаугово, например, или Даугово-Слоки, да. Что конкретно? Вот три музея, например, три объекта, которые действительно востребованы. И самые такие популярные объекты это Науинский музей и усадьба Случишки, это музей, мини-музей Юрита и музей военной техники в Свенте. Еще совсем коротко, коронавирус вам не грозит, если мы говорим о туристах? С коронавирусом ситуация такая. Нельзя радоваться другому несчастью, да, но, по-моему, эта ситуация как раз будет та, что многие побоятся ездить за границу в вирусах, в территории, где вирус активен, да, и как раз будет путешествие по своей стране, что более безопасно. Ну что ж, поговорим об этом буквально через несколько секунд. Как и Дауглплс, так и Дауглплский край может похвастаться своими мероприятиями, и Аугждаугово является одним из них. Насколько я понимаю, в мае этого года Аугждаугово, значит, и Дауглплслотки пригласит всех к себе в гости, правильно? Да. В этом году с данной эксплуатацией реновировано место проведения фестиваля Аугждаугово, да, и это, конечно, один из самых наиболее посещаемых мероприятий, один из таких красочных мероприятий, и поэтому в этом году, 23 мая, там произойдет этот фестиваль, и очередной раз, и я думаю, что съедутся гости как с Дауглплса, с Дауглплского края, так и с более далеких мест. Смотрите, 21 век на дворе, а вот на ваш взгляд все-таки чем привлекают вот эти традиции наших предков, современное население. Кому-то ностальгия, кому-то это немножко что-то невиданное и уже новое, да, и поэтому люди к такому стремятся, да. Ну и в этом плане немножко изменилась тенденция уже, можно сказать, с прошлого года. Мы стараемся больше мероприятия выводить именно на природу. Дни Долгопилского края мы тоже вводим, в этом году они будут в Эцелинском парке. Также из мероприятий в этом году уже регулярный музыкоскрытульс, который происходит в Ликсне, уже много раз проходил и будет в этом году. Уже народ полюбил Лигу, праздник в вышках, который, ну, стараемся каждый раз его разнообразить разными и исполнителями высокого уровня и театральными представлениями, да. Ну, много по властям происходит, но они, может быть, немножко менее массовые мероприятия, они такие локальные. Ну что ж, будет чем заняться этим летом в Долгопилском крае. Так что добро пожаловать всем на Аугждагову, а также на Лигу вышки. Ну что ж, на этом все. До свидания. Всем хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!